Голландские высоты Голландские высоты Голландские высоты Голландские высоты Голландские высоты Вот по названию вот этой долины, которая слева от нас, долина Геноссар называется. Очень-очень плодородная земля. И с библейских времен, и с евангельских времен здесь всегда занимались сельским хозяйством. Здесь и пальмы финиковые, здесь и манго растет, и оливковые деревья, фруктовые деревья, виноградников. Здесь очень много. Долина Геноссар вот слева от нас дает название еще одно озеро. Ну и четвертое название – это море Тибериадское. По названию города Тибериас, или Тверия на Иврите, город, который был 2000 лет назад здесь построен сыном одними из сыновей Ирода Великого, которого звали тоже Ирод. Второе имение у него было Антипа, Ирод Антипа. Он воспитывался в детстве при дворе римского императора с мальчиком, которого звали Тиберией, будущий император Римской империи. И вот когда уже Ирод Антипа пришел к власти здесь, он этот город открыл и решил назвать его в честь своего друга детства Тибериада, Тибериас, или Тверия на Иврите. Слева от нас поселочек маленький открывается. Это поселочек Мигдаль. Мигдаль называется. Ну, традиционные красно-черепичные крыши, белые бочки на них. Это евреи здесь живут. Почему у евреев красно-черепичные крыши? Эту традицию они из Восточной Европы привезли, когда начали сюда приезжать. Там везде это очень сильно распространено. Там и дождь, там и снег. Здесь только дожди бывают, снега не бывает. Ну, традиция вот так вот прижилась. Домики, как правило, всегда еврейские одноэтажные. Максимум двухэтажных, потому что там одна семья живет. Мама, папа, двое, трое детишек. То есть человек пять-шесть всего лишь на все. Поэтому им вот этой горячей воды, 200 литров белой бочки стандартно, им хватает на целый день. Вот поэтому у них только белые бочки на крыше стоят. А у арабов, помните, я вам говорил, еще 500 литров воды.